Всем привет! Я Женя Синельников. Профессиональный путешественник. Я объехал весь мир. Побывал в 110 странах. Холодно, капец. И наконец-то начал путешествовать по Украине. Где красиво. И знаете, чем дальше я еду по своей стране, тем больше убеждаюсь – в гостях хорошо, а дома лучше. И вот именно поэтому мы приехали в Ужгород. Вот это не бери в кадр. Ужгород – столица Закарпатской области. Википедия говорит, что это самый маленький областной центр Украины. Хотя основан город еще в 9 веке. Но это все можно и в интернете прочитать. А вот какой он на самом деле, Ужгород, расскажут только местные жители. Пойдем поспрашиваем. На берегах реки Ужа, демо, долине Казок, Стоит красень Ужворот, рідний Варошмиль. Для того, чтобы узнать, что стоит посмотреть в каждом городе, я буду спрашивать об этом у местных жителей. Никто! Посещу все места, которые они посоветовали и выберу 5 самых интересных, ну, по моему мнению. Можно один вопросик вам? Подскажите, куда в городе сходить? Покушать? Нет, посмотреть. Мест 5, вот куда бы вы гостей повели. Прикольно. Вот где его фишка? Ну, подласочка. Вот тут поправок пописи. Музей Бакшая Эрделья. Католический костел, можно сходить. Народную раду. Первый раз приехал в город. Какие места нужно посмотреть обязательно? Чем Ужгород отличается от Запорожья, Львова? Для нас обычно ехать. Здесь добрые люди, здесь все здороваются. Нема такого, что шум, гам, машина. Не, постоянно тихо. А самое интересное, это наш язык, закарпатский. Бо никто такого не знает и не умеет так балакать, как в Закарпаттии. Запрошим у нас в пайное место, столица Закарпаттия. Бо никто такого бограча не варит, как и мы, повара Закарпаттия. О! Что? Первая, это, конечно, набережная. Найдовшая, без исключений, ось эта набережная Липова. Это малее под речкой. Это недовше в Европе Липова аллея. Она перешла. Липова аллея, до речи. Набережная красивая. По набережной. По набережной. По набережной. Липова аллея одна из длинных древнейших в Европе. Набережная вечером, гарно, дуже гарно. Ремонт, гранит, просто лакшери. По набережной пойдем? Пойдем. Начнем с того, что Ужгород – это город на реке Уж. И у реки Уж есть набережная. Вон она. На самом деле, набережных в Ужгороде несколько. Студенческая, киевская, славянская, ботаническая. Но есть центральная, которая называется набережная незалежности. По ней и прогуляюсь. Ясень! Ясень? Ты спросил у Ясеня, где твоя любимая? Нет. Яся не ответил, качая головой. Женя, иди уже расскажи про него. Иду, расскажу. Набережная начинается вот с такого большого ясеня. Ясень называется Ясень Масарыка. Стало интересно, кто такой Масарык? Это был президент Чехословацкой республики. Вызначный науковец и политик, при котором было сделано упорядкувание и современную забудову Ужгорода. Он играл не обеяку роль в установлении государственных отношений. А особисто, надзвичайно, толерантно ставился до представителей разных национальностей. Один из самых старых ясеней в Украине. Ему 400 лет. Круто! Особенность дерева сорожила еще и в том, что Ясень живет вместе с Плющем, который объяв его стовбур. Как утверждают фаховцы, Плющеве тоже не меньше 100 лет. Иначе Плющ должен был бы погубить Ясеня. И видно, дружба их милее. Сразу за Ясенем начинается другая достопримечательность, которую нам тоже советовали. Липовая аллея. Мамы гуляют с колясками. Правильная велосипедная дорожка. И хорошая, красивая, ухоженная аллея. Ужгородцы сказали, что это самая длинная липовая аллея Европы. Два километра 200 метров. Красивых, больших, взрослых лип. Красивые фонари. Красивые люди сидят на лавочках. Можно сделать вывод, что если ты посадишь 2 километра любого растения, редкого, то у тебя будет самая длинная аллея из этих растений в Европе, как минимум. Ну вот у Ужгорода же получилось. Тут специально посадили несколько видов лип, которые цветут по очереди. То есть аллея цветет все лето. Круто. Надо будет приехать летом и проверить этот факт. Днем место зашло. Прикольное. Легкое, не грузящее. Люди ходят с колясками. Сзади старые исторические дома. Классно. Классно. На Европу похоже. Дальше много маленьких скульпторов. Такие мини скульптурки, их у нас очень много всюду, даже не все знают. Значит, такой бренд наш, это такие невеликие, латунные. Мини памятников много по Ужародам. Здесь там две, там еще штуки четыре. Мини скульптуры. Так, 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 так. О! Несколько таких мини статуэток я заметил еще в самом начале знакомства с городом. Они украшают перила на набережной. Они просто идете, и вот наказаны вот поручни, всякие эти штуки. Они по всему городу везде находятся. Так их заголовок здесь 47. У них каждая своя история. Первые мини скульптуры в Ужгороде создал скульптор Михайло Колодко. Его инициативу с радостью подхватили и другие. Статуэтки посвящены людям или событиям, связанных с историей или культурой Закарпатти. Так или иначе прославившим свой край. Вот, например, Энди Ворхол. Казалось бы, почему? К чему? А на самом деле его родители эмигрировали в Америку из Закарпатья. Были русинами. И звали его Андрей Ворхола. А еще есть традиция наряжать мини скульптуры. Например, вот так. Забавно же, да? Ужгород – один из немногих городов Украины, у которого есть собственный торт. И придумали его вот здесь. Здесь же я его и попробую. Я обучаюсь, а это вы Ужгород берете, да? Мы тоже за ним. Говорят, у вас есть фирменный тортик ужгородский. Нет, тортик уже раньше. Тортик придумали у вас прямо в заведении, правда? Не ошибаюсь. Наш кондитер сам и я разом со своей сестрой, в честь какой и назван данный заклад, Валентина и Валентин Штефанёк, придумали торт ужгород, дуже смачный, основа мусс на священному молотце, фундук и бюзет. До сих пор, что нагадаю, киевский торт, но он, значит, найжнейший и смачный. Давайте, да, мы как раз пришли сложить собственное мнение. Я досяду одна. Может, и выбрать. Давайте вот уж. Я довольно-таки спокойно отношусь к сладкому, но видели бы вы глаза Глеба, когда ему сказали, мы идем снимать торт. Да, я готов, я готов снимать. Тебе тоже взять? Дайте нам два кусочка, пожалуйста, еще, как я мог забыть. Ой, пахнет орешками. Очень вкусно пахнет. И довольно-таки аппетитно выглядит. Что ж, затестим. Ты крупный план будешь снимать? Так, давай снимай, а то я буду сейчас тестить уже. Он прям, он прям гипернежный. Вот эта вот цифлешечка внутри, это, наверное, самое плотное, что есть. А так вот он прям нежняк-нежняк. Очень кремовый. Знаете, что интересно? Вот он сладкий, но не приторно-сладкий. Нету вот, знаете, как бывает у тортов, такой прям сладость с перебором. Здесь мне нравится. Прикольно. Блин, я на подарок возьму себе приехать из Ужгорода с тортом Ужгород. По-моему, это прикольно. Класс. Итак, мой тест-драйв окончен. Теперь время сладкоежки. Ваше мнение? Запах очень приятный. Хороший. Да, ты уже по запаху понимаешь, что он будет очень нежным. А это дорогого стоит. Нежная прослойка, мягкие орешки. Я все сказал. Слушай, вот так вот скучно и грустно, и я говорил, мягкие орешки, сладкая прослойка. Ты мне эмоцию дай. Ты же сладкоежка. Ты кайфуешь? Понятное дело, поэтому мне не весло. В общем, Глебу не до слов, а я чем хуже. Я тоже имею собственный тортик. А я чем хуже. Тоже буду есть и не говорить. Интересный факт. На коробке каждого торта есть личный телефон кондитера, чтобы вы могли передать ему свои комментарии. Настоящий свой телефон? Ну да. А как? Я за него сам лично отвечаю, за его качество. Потому я считаю, что... Сейчас, может, совпадение, может, по-другому. Мы еще не ели ваш торт. Если я отравлюсь, я знаю, кому позвонить. Все, хорошо. Если понравится, я тоже скину саджение. Да, звоните. Спасибо. А часто звонят вот просто потребители? Слава богу, звонят часто с приятным миром. Больше всего с приятным. А как родилась идея сделать городской торт? Как появилось желание это сделать? Я здесь родился. Я здесь живу. И хотелось бы, чтобы была какая-то визитка с нашего города все-таки город красивый, он туристический, граница рядом. И хотелось, чтобы люди имели возможность не только насладиться какой-то эстетикой исторической, но и вкусом. Вот. И потом родилась идея сделать. Прикольно. То есть он реально по вкусу именно Ужгород, да? Да. Не Одесса. Нет, не Одесса. Класс. Ужгородский замок, можно посмотреть. Ужгородский замок. Замок есть, где-то там с твоей стороны. Замок. Чудово там есть. Четко видеть в замок. Ужгородскому замку примерно столько же лет, как и самому городу. Конечно же, за века он несколько раз переходил из рук в руки, ну и перестраивался. Нынешний вид замок приобрел в 15 веке. Снаружи крепкая крепостная стена, а внутри довольно-таки элегантный дворец. Пока Глеб с коптера снимал красивые кадры, мус, как всегда, нашел что-то. Что? Только что ты говорил, поедем в музей загородный. Он не загородный, вот он. Вот он? Да, станция. Вау, вот он возле замка. В других музеях вы не найдете тех картинок, которые как раз тут. Тут есть угорская, румынская хатка, тут есть граждан. То есть, ну, очень много таких автентичных, которые принадлежат, можно сказать, не украинской нации, так? А другим ризным национальным. Потому что Закарпаття за час своего исновения было в 22 разных государственных созданиях. Если вы думаете, почему у нас заинтересовал музей, многие ужгородцы нам его советовали. Музей под открытым небом. Старое село. Старое село. Закарпаття. Старое село. Есть старое село. Збраны, извезены хаты деревянные из всего Закарпаття, из всех районов Закарпаття. Ну, там просто фантастика. Класс. Клево выглядит, да? Голубой такой нарядный. Да, очень бодрый. А прочитал, что это пример незаможнего будильництва. То есть это дом небогатого селянына. Но, тем не менее, просто и со вкусом. Согласен. Эпл стайл. Довольно-таки компактно. Вот, допустим, в Пирогово приезжаешь, у тебя одна хатка тут, а інша аж там. А тут ты идешь, как по-настоящему селу. Только одно здание из одного селища, інше здание из іншого селища. Садиба села Ореховець, селища Синевирська Поляна Межигирського району. Садиба селища Ракошина Мукачевського району. Народное житлове будильництво середньої течеї річки Уж. Представлено в музее хату села Ореховець і Ужгородського района, яка была побудована в кінці 18-го століття. І перевезена в музей у 1969 році. Прямо здесь восстановлен быт. Посмотри, кровати, люлька, глечики, вещи висят на стенах. Я думал, это будут просто хаты, знаешь, домик закрытый. А тут можно зайти вовнутрь. Музыка Это миски, из которых мы съели. То есть они прямо на стол накладали ежу? Прямо на стол накладали. Ну, миски накладали ежу. Посередині пенал, ложки. Ложки вынимали, седали и ели. Шесть человек могли одночасно ести. А как потом мыть? Да, потом помили, а там внизу є дырочка, и такой отвір є, и деревянный чопик, яким закрывалось это все. Помнишь сказку «Ивасико Телесико»? Седай, Ивасико Телесико, а я тебе в пич. Седай на лопату. Знаешь, что прикольно, вот что мне нравится? То, что нету никакой охраны, никто не следит. И все в доступности, вот я могу взять эту штуку. И при этом не загажено вокруг. То есть люди самостоятельно следят, не воруют. Ну вот смотри, вот Гладчик взял и пошел. И никто не следит, чтобы я этого не сделал. А так как никто не следит, я думаю, блин, я что, самый урод в этой жизни. Я тоже не буду брать, раз люди не берут. И это круто. Глеб, 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 пойдем посмотрим, это школа. Иди сюда. Письмо в правы выполнилось на специальных грифельных дошечках, грифельными стержнями. Посмотрим. А счеты, счеты, зацени, какие классные. Интересно выглядят дощечки, да, как будто планшеты лежат на партах. Вообще это удобно. Не тетради, да, и кучу бумаги портите, а на дощечке написал – стер, написал – стер. Правда, потом не перечитаешь. Школьный звонок. Прикольный. Интересный, красивый, любое другое слово. Ну и какое же село без церкви. Очень необычно. Я нигде никогда не видел такой стилистики иконописи. Посмотри, вот все святые, у них немножечко увеличены головы. От этого они как-то неестественно выглядят. То есть обычные люди с маленькими головами, а они с большими. Разума в голове много. Колокола какие. Стоп, мы же изначально в замок приходили. Давайте-ка вернемся. Интересный факт про неприступность крепости. В общем, внешне есть ров, потом еще стена оборонительная, да? Но если враг, допустим, смог захватить эту стену и ров, то внутри ему придется взять еще одну крепость с еще одним рвом. То есть, если враг захватил внешние стены крепости, еще не факт, что он сможет добраться до внутренней. Сейчас в основном здании расположен краеведческий музей. Ну, а меня заинтересовал подвал замка. Тут же показывают, какие пытки проводились в Средневековье в те времена. Блин, Женя. Ну, это же интересно. Все знают об этом. Что значит все знают? Не меряй всех по себе. Ты знаешь, какие пытки были. Пойдем. Пойдем. Вход платный. Мы к вам пришли. Говорят, тут у вас есть пытки можно посмотреть. Можно. Правильно, да? Куда идти? Где пыточная? В третьем зале. В третьем зале. В третьем зале, да. А заодно там и потайной господь. Иди сюда. Добрый день. Это ужасно. Представляешь? Вот так вот. Хорошо. Какое интересное изобретение того времени. Ведь сложно же взять и руками раздавить голову. Очень легко. Кладете голову и закручиваете. Чувак. Очень удобно. Дочка дворника. И арест. Мет 20 стоит на полу. Человек любого роста, любой комплекции. Должен. Мусы. Мусы. Вот сюда. Шея, руки, ноги. То есть вот так вот шея, вот здесь вот руки, ноги. Ниже, ниже, ниже. Еще ниже. Метра 20. А ноги? А ноги как? Жесткая железная конструкция. А человек уже давно негутоперчивый, да? Очень быстро возникает судороговано. Если это судорожное поле покрывает тело, замыкает в черепной коробке. От дикой поле люди сходили с ума. Вот как определяли? Тебе вилка, а тебе вот… Нет. Это уже детали. Это уже называется «Тайна следствия». Вот это уже такое. Это уже как выбирали, так выбирали. То есть именно инквизитор, да, выбирал? Тебе будет тот? Инквизитор записан. Много убивали в Ужгороде? В Ужгороде… А вот первую женщину как ведьму, известно, в Закарпатье сожгли в 1530-м, в последнем – в 1668-м. Невеселая тема, конечно. Невеселая. Хорошо, что больше в Ужгороде нет инквизиции. Это хорошо. Это радует. Это радует, да. В каждом выпуске мы определим среднюю цену борща в городе. Я найду самый дорогой и самый дешевый борщ, попробую их и поделюсь с вами своими впечатлениями. Ну что, по борщим? Самый дешевый борщ я нашел в столовой Ужгородского национального университета. Друзья, всего 6 гривен. Мне кажется, это вообще чемпион по дешевизне борща за весь сезон. Хмус, да? Самый дешевый борщ сезона с серым оттенком. Посмотри, вообще, здесь свекла и не пахнет. Ой, какой он ненаваристый. Глаза боятся, а рот ест. Пробуем. Кислая картошка разваренная, упругая капуста, не очень вкусная. В средней руке столовский борщ. Учитывая, что это самый дешевый борщ вообще за весь сезон, он неплох. Нету даже запаха мяса. И самое главное, нету вот этого прекрасного цвета борща. Будь он дороже на одну гривну, стоил бы он 7 гривен, уже нет. Все, Глеб, снял. Можно я не буду его есть? А самый дорогой борщ Ужгорода подают в ресторане отеля Old Continent. 155 гривен. Красный, наваристый, со сметаной внутри уже. Подается с красиво уложенным сальцом, луком и вот такой вот перчиной. Выглядит страшно. Будем пробовать. Сними, как я красиво мешаю сметанку в борще. Ох, какой он красный. Прям очень густой борщ. Сейчас. Вот сколько я его ем, у меня в каждой ложке есть кусочек мяса. И у нас видишь, какими кубиками порублено. Если на стене висит ружье, значит оно должно выстрелить. Показал перец? Пробуй. Пробуй. Острый, но норм. О нет. Итак, средняя цена борща в Ужгороде 80 гривен 50 копеек. Подскажите, куда туристов сходить в городе? Что подивитесь? Где красиво и интересно? На Радвинку. Я не знаю, чтобы вы не зашли куда-то. А что можно зайти, есть районы, что... Есть разные районы. Что-то местное, то может быть и Радвин, Кончихина. Криминальный район. Мы немного сомневались, стоит ли ехать в район с такой репутацией. Но случайно встретили на улице нашего ужгородского друга Виталика. По своему опыту из Решки я знаю, чтобы снимать в цыганском районе, нужно договариваться. Хотели бы небольшую экскурсию по Радвинку. Ты можешь им организовать, показать, что для чего, чтобы они могли погулять, показать жизнь Роми? Кому звонил? Зятю экс-барона табора. Но официально сейчас уже так никто не называет, но по сути... Радванка – это район, где живут ужгородские Ромы. То есть, по сути, цыганский табор. С первых минут стало понятно, в чем колорит этого места. Да, тут на Радванке, конечно, совсем другой ужгород. В этом жутковатом районе живут вполне себе привлекательные общительные люди. КРИК Здравствуй. А сколько стоит лошадь? Скажите, просто интересно. Рынок... 38. 38. 38 тысяч гривен. Вау. О, дорогое удовольствие. Это можно бизнес. Купить коня и кобылу, и каждый год у тебя прирост. Нормальный бизнес можно делать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну и, конечно, нам повезло с гидом. Радванку нам показала Светлана – уважаемый на районе человек. Была какая маленькая, типа маленькая военная часть. И люди так остались, и каждый себе старался что-то делать. Потому что они жили в одном. 50 по 40 человек. Ну, люди живут, как живут. Ну, каждый что-то делает, что-то работает. Кто в Чехии, кто в Словакии, кто где. Кто с мусорки переживает, кто с бутылок. Каждый что-то делает, но старается как-то жить. Как вы тут на Радванке живете? Пока хорошо. Почему? Еще лучше, пока папа южил. Мы боялись все его. Не воровали, не продавали наркотиков. Потому что мы все боялись. А сейчас не боимся ничего. Ни грязи, ни мусора. Вот был барон, да? Был. Все его боялись? Все боялись. Потом его не стало. Но уважали, да. Я в правильном смысле говорю. Да, да, да. В хорошем даже. Вот его не стало. Не стало. И как теперь новый барон? Как это происходит? Можно к нему обратиться, чтобы он пришел, хотя бы наказал вот этого человека. Меня наказал за этот беспорядок. А сейчас мы не слушаемся. Дети не боятся ничего. А тогда боялись дети. Все. Одним словом. Что говорить так долго? Скорая к нам боится заходить. Хотя у некоторых можно в дом зайти. Можно зайти еще. А сейчас ничего нельзя. Все. А сейчас и милиция не заезжает. Так и зачем? Зачем ей? Все, я не могу больше. Дай бог. Спасибо большое. Это зря. Хорошего дня вам. И хороших соседей. И вам тоже. Хороших. Канализовать не надо. Где-то людям белым делать, а нам не надо ничего делать. Подождите. Так а что, у вас тут и канализации нету что ли? А не видишь, что вот это сами себе берем ямы, туда спускаем ямы. Ну то есть самодельно, государственной какой-то программой там. Ничего тут не делать. Работаем, живем, детей воспитываем, учатся дети. За все платить надо сегодня, нет? Да, это да. А сколько языков знаешь? Немецкий, английский, чешский, украинский и ромский. То есть ты знаешь шесть языков? Да. Вот это круто. Дай пять. И венгерский семь. Скорая помощь туда не хочет ехать. В смысле как это не хочет ехать? Да, дорога такая, что развалится колесо если едут. Не идет скорая помощь. Такси туда не идет, ничего не идет. Это не весело. Конечно, что не весело. Конечно, что не весело. Не знаю, что это не весело. Живем как в джунгле. Говорят, что цыгане плохие, воры крадут и убивают. Я не говорю, что нет. Есть среди цыган тоже плохие и хорошие. Есть воры, есть наркоманы, есть и хорошие обычные люди. Я с ними тут живу, с ними стою, с ними общаюсь. Но люди как люди. Просто нации отыкают, цыгане. Рома, люди такие, что если тебе будет плохо, они тебе больше, быстрее помогут, чем украинцы. Я вам скажу честно. То есть более отзывчивые, да? Да, это сто процентов вам говорю. Сто процентов. У меня не было где спать. Я пришел до Рома, он меня приютил, накормил, положил спать и все. Наверное, не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Смотрел стоимость домов в районе. Есть дома по сто тысяч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, но несмотря ни на что, жизнь тут кипит. Пацаны играют все те же игры, что и везде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 стоит буквально на границе со Словакией. От центра города ехать минут 10 максимум. Сейчас покажу. Чтобы вы понимали, насколько близко Ужгород к границе, смотрите, вот граница города. А вот уже и граница нашей страны. Толпа собирается. Нереальная. Но просто для маленького города это гипераншлаг. Мы приехали в Ужгород перед Новым Годом, в День Святого Николая. И совершенно случайно попали на центральную площадь, куда просто толпами стекались люди в красных шапочках. Блин, это очень мило. Только что ко мне подошел просто вот такой вот пацан и говорит, С Днем Святого Николая! Это вам! Это мне? Спасибо! Сейчас, секунду, а то в компьютере это непрофессионально. Коллеги, подскажите, а что происходит? Что за движ? Парад Николайчиков. Больше, по-моему, 26-й год уже будет. 26-й год? Да, если я правильно помню, да. Каждый год дети со школы дают такой праздник людям, потом раздают конфеты и желают хороших праздников. Конфету я уже получил. Значит, у вас все будет хорошо в следующем году. Спасибо! Будем знать! Будем знать! Спасибо! Атмосфера прям мега праздничная. Мне очень понравилось. Но мусс, как обычно, забрал меня работать дальше. Иду! Все, иду! Все, пошли! Еще увидимся! Витаю вас, Миколай. Без вами всего наикращего. Счастья та здоровья. Дякую. Дякую. А это вот, это нормально, да, вот так и делать открытки и прям раздаривать? Или это спешл фу ми? Нет, это нормально. Это у нас в Ужуродии такая традиция. С самого того дня раздавать всем конфеты и подарки. Класс! Ну, это же приятно. Черт побери. Класс, спасибо! Вот это вот очень приятно. Вот именно вот такая вот руками подписанная и сделанная открытка производит гораздо больше впечатления и эмоций вызывает больше, чем любой купленный подарок. Класс! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Да, давай! Женя! Банди! Да? Так нормально, Банди! Да, нормально! Слушай, скажи, пожалуйста… А ты? Это… Как тебя зовут, Глеб? Как тебя зовут? Субтитры подогнал «Симон»! Там не увидишь. Сам город классный? Классный. Прикольный? Я просто знаю, что ты успешный писатель. Почему не Киев? Почему не Будапешт? Ну, почему ты выбрал Ужгород для вот базирования? Помимо того, что в четвертом поколении Ужго… Ужго… Ужгород… Ужгородец. Ужгородец. Да. Я уезжал отсюда. Я уехал в Венгрию работать. Я там учился. У меня были все козыри, перспективы на то, чтобы продолжать там работать и учиться. У меня хватило мудрости вернуться. И хоть было, в принципе, ну, нелегко в материальном плане, но было весело всегда. Слушай, скажи, пожалуйста… Если я не ошибаюсь, по крайней мере, интернет так пишет, что родители у тебя – Венгрия. Да. Сам ты живешь в Ужгороде, разговариваешь, то есть в Ужгороде, на Западной Украине, разговариваешь по-русски. Как может быть такое смешение вот со всех сторон разных культур? Вот мои бабушки и дедушки, они родились в Австро-Венгрии, как граждане австро-венгерской монархии. Потом стали после Первой мировой гражданами Чехословакии. В 1938-м они стали гражданами Венгрии. В 1944-м они стали гражданами Советского Союза. И умерли как граждане Украины. Это уникальная ситуация в Европе, когда ты, никогда никуда не эмигрируя, никогда никуда не выезжая, ты побывал гражданином пяти разных стран, никуда не… Ты вот сидел на месте, просто тебе выдавали новый паспорт каждый раз. Я в семье с женой, с двумя сыновьями, мы в семье пользуемся тремя языками. То есть я говорю с женой по-русски, с сыновьями говорю по-венгерски, а она с сыновьями говорит по-украински. Интересно. Я со своими родителями говорю по-венгерски, она со своей мамой говорит по-украински, с отцом по-русски. И это нормально, да? Это нормально, абсолютно, да. Это нормально, абсолютно. В основном для типичного ужгородца любого, конца 19 века, начало 20 века, середины 20 века, было абсолютно нормальным каждый день пользоваться несколькими языками с разными людьми. Венгры знали чешский, украинский, русский, может быть. Украинцы знали и венгерский могли понять и сказать что-то, и чешский, естественно. Вот сейчас это есть в современной молодежи, вот многоязычие это? Есть, но может быть в меньшей мере. Может, если раньше пользовались тремя, то сейчас двумя. Просто это неожиданно приехать на Закарпаття и услышать вот в обиходе русский язык во многих местах. Ты услышал его больше, чем ожидал. Я вообще не ожидал. А, вообще? Вообще не ожидал, да? А, понятно. Я венгерский ожидал, украинский ожидал, но что будет вот в обиходе и так много будет русского, не ожидал. Вот, вот, вот. Расскажи мне, пожалуйста, как вообще родилась идея написать книгу по сути о надписях на футболках? Ну, то есть это книга с кучей историй, основанных на футболках. Как? Я еще в школе начал придумывать футболки. Видно, у меня какой-то мозг как-то на них заточен или что. То есть они сами у меня придумываются. Я абсолютно никаких усилий не предлагаю для того, чтобы она придумалась. То есть вот, типа, я вижу, вот ты будешь сегодня еще вот мы будем разговаривать. У тебя бы какая-то фраза, я говорю, слушай, эта фраза, она просится просто на футболку. Вот просто вот так вот. То есть есть какой-то монитор в голове, который это выцепляет. Вообще идея книги возникла так, что придумал футболки, носил их или дарил друзьям. С ними были, происходили какие-то истории. Есть истории, которым можно придумать футболки, а есть футболки, которым уже есть истории. Может, с ними реальные какие-то истории произошли. И так постепенно я увидел, что я могу это вот развить, эту тему. И постепенно вот так вот насобиралась на целую книгу. И так вот. 260 с копейками историй, да? Да. Да. Постепенно насобирал 260 историй. Чуть-чуть. Да, да. Слушай, ну в интернете там вообще нескромно пишут, что это новое веяние в литературе и тому подобное. Никто до этого так не складывал вообще литературу. Как ты к этому относишься? Факт фактом, что как минимум на время выхода этой книги в мире не было ни одной художественной литературной книги, проиллюстрированной футболками, которые все разные. То есть книги о футболках есть, но это книги о дизайне, о разных школах дизайна, о трикотаже. Я там одеждой не занимаюсь, ну то есть они все никакого дизайна не имеют, эти футболки. Там я написал от руки, нарисовал и все, вот вставил. Каждая футболка, она чем-то дополняет историю или история дополняет то, что на футболке заявлено. Это и вот концепции тебя заинтересовал издателям. Покажи, что за футболки. На самом деле интересно посмотреть. Это уже после книжек начались. Друзья, которые читают книгу, они говорят, вот мне понравилась эта футболка, я хочу такую носить, сделай мне. Ну я собираюсь полгода и наконец-то делай. В общем, история в том, что мне повезло. Я про футболки не знал, просто когда вот друзья посоветовали встретиться с бандитом, подружил здесь в фейсбуке и был пост с прикольной футболкой. И я говорю, о класс, хочу такую. И мы договорились, в общем, чтобы как раз к нашему приезду мне изготовились футболки, вот они пришли. У тебя глаза блестят, а жаркие футболки, да. Ну вот, обе вытаскивай. Вот это прям гениально в своей простоте. Футболка с изображением футболки. А если захотите себе футболку, ссылочка в описании. Слушай, ну ты изначально вот назначил нам встретиться в этом баре, почему? Я-то знаю уже ответ на этот вопрос, а вам сейчас будет вау-эффект. Бар открылся в 88-м году, с тех пор он не изменился, его владелец тот же, у него вся та же атмосфера. Сюда ходят признаны те же самые люди. И тут все так же оформлено вот в таком вот стиле конца 19-го, первой половины 20-го века. Это вот и старинное место. У владельца есть вот куча историй, которые он может рассказать об этом помещении. Кто-то он открыл тайники какие-то. Это как музей, да, я так понимаю? Бар-музей. Да, 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 это все бюри-патчи собрал. Розговляйте украинскую, угорскую, итальянскую, румуцькую, словацькую, русинскую и російськую теж. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у нас есть до вас запитание. Чи ваш бар, он самый старший в Украине? Я думаю, что это новенькая история Ужгорода, это первый приватный кафе. И я, наверное, самый последний из тех времен. Вот это оно и знаменитый. Кроме того, что тут тривиально продается кафе, тут очень большое культурное жизнь. Презентация книг, майстер-классы детям романных, джазовые концерты, этноконцерты. Скажите, а как это начать бизнес в одной, в одной стране, продовживать в Генчий? Подивиться в зеркало и спросить себе, ты генеальный музыкант? Ні. Ты співак? Генеальный. Ні. Ты художник? Ні. Ты письменник? Ні. Что ты можешь? Ничего. Працювати. А ты все тебе працювати. Багато историй у нас тут. Ужгород был в складе 20-ти держав за все життя. Тут проживали сто национальностей. Дитину можете взяти в 8 национальных школ. Чудово. Мои діти все разные школы национальные ходили. Все разные национальные школы. Ни один не ходил в Украину. Неукраинскую. Одна ходила, потім одна дитина колоросійськую школу, одна угорскую школу. А якою мовою ви розмовляете в житті, в семьи? Рідно моя мова угорська. Угорська. Я сам угорец, в угорском оточене. І тут приходиться в день, дійсно, взглянути на декілька мовах. На багато декілька мов, тому що тут приходять і Словаки, і Чехи. Сьогодні і італійці були. Приходять і поляки, і ігорці. Ми тут працюємо з ними. У нас є такий кулінарний туризм, де ми їх перевращаємо п'яти закарпатськими странами. Взагалі тут приходить велике культурне життя. І це привабилі люди. Тому що продавати, просто таково, це тривіально, розумієте? Це має бути демократична культурна обстановка. Напишіть нам в коментаріях о барах, які ви знаєте, такі довгоиграючі, які, можливо, відкрилися раніше, ніж цей, як цей, під замком. Та, але в Ужгородці його називають снек. Снек? Да. Як маленька закуска, в смыслі? Да, да, в Ужгородці його так і називають. Хоча офіційне названня, да, під замком. Так вот, якщо ви, допустим, знаєте бар, який працює ще дільше, будь ласка, напишіть. Тому що ми тут подумали, може ми в самому старому пабі України знаходимося. Це прикольно. Ворота в детський сад. Вони креативні. Креативні, залипательні. Класс. Смотрите, Глеб знімає для вас всю Україну. Якщо ти ще тінь не відбрасив, то було вообще шикарно. Україна от цього хуже не становится. Не бросай тінь на Україну. В каждом городе я буду просить таксиста отвезти мене в лучший ресторан города. Посмотрим, что из этого получится. Добрый день. А ви свободны? Отвезете нас с мальчиком в лучший ресторан города? Класс, победа. Сходу. Що-то интересное. Деца в нотарю. Давайте в децу в нотарю. Деца – це 100 грамм. А нотарь – це нотаріус. Заключили сделку. Нотарь діставав фляжку самогонки, руки пожали, угоду обмели і випили. От деца в нотаря. А можна личний вопрос? Дороги всегда у вас такі були не дуже хороші? Щось починаю робити. Ох, дорожки. Ну, починаю робити дороги. Вон, видите, у вас тут спорткладбище. А у нас тут є. Ага. Італка центра Європи. Я думаю, вам тут буде интересно. Классо. Я думаю, це те, що вам буде. Нам порадилося, шо ви найкращий заклад міста. Це радує? Так, дайте нам, будь ласка, найкращі ваші страви. Щось? Бо я вам пораджу. О, клас. Клятину з линейного горючого масла. Обов'язково богоряч. Обов'язково. Є жабячі лапки наші. О, наші? Наші. Українські? Закарпатські. Закарпатські? Звичайно, давайте жабячі лапки. Міцненькі трішки до богоряча. Мені можна. Я не за кермом. Ну що? Наша постоянна рубрика «Пробіжимся по ценам». Перед тем, як пробіжаться, хочу сакцентирувати на этом внимание. Ну, це ж очень смішно. Серп і молот віде вілки с сосиской і св'язочка сосисок. Прикольно. Детця у нотаря. На ринку з 1994 року. Пять стран вокруг Ужгорода. 60, 30, 320. Шпроти, печінка, трішки, червона риба, червона ікра, оливи, маслины. 60, 90, 60, 45. Слушайте, здесь таке велике меню, що я щас буду читати і читати. 175 грамів, жаб'ячий стегна, смажені в муці. 100 грамів, 175 гривень. Це тобі, що ми взяли. Оце голубки. Ну, а оце наш татарський біштерс. Вау. Це молочна телятина. Просто сире м'ясо. Так, але я вам його зараз роблю. Це треба перемішати. Боже, произведення іскусства. Ці краски смешиваються, дуже красиво получается. Как паштет із сырого мяса. Звучить аппетитно. Пахнет сырым мясом і спеціями. Прямо, це сире мясо. Попробуємо татарський біфштекс. Ну, на вкус совершенно нету сырого мяса. Совершенно. Це действительно більше похоже на паштет. С такими спеціями. Просто. Бограч – це венгерський гуляш по-закарпатськи. Класс. І бограч – клас. Маші закарпатські забачі лобки. О, клас. Там ніякого соуса. Ну, там тук толчий, це ісмак. Це місцеві. Місцеві, так. Щас. Слушайте, буквально недавно я был в Париже і тож ел лягушачі лапки. Я хочу вам сказати, наші помассивні, тут мясо побольше. Попробуємо. Очень нежно і дуже вкусно. Многие сравнивають лягушачі лапки по мясу с курицей. Але, як по мене, лягушка намного вкуснее, она намного нежніє. Само мясо нежніє. І у нього є такий неуловимий вкус. Це не то, що болото, чи вода, чи що. Але це не курица. Це що-то другое. Много гостей? Нет, нет. Я просто не пробовав ще. Ти не пробовав лягушачі лапки ніколи? Ні, ніколи. Правда? Да. Ти пробовав, извині мене, яйца бека? Давай не будемо вспоминать. Можна? Можна. Можна. Пушка, ракета, самоліт. Це просто. А лягушачі лапки не пробовав. І ось наш нямножечко скучноватий сюжет, согласитесь, превращається в інтересний, наполнений первими впечатлениями. Щас Глеб буде впервые в жизни пробовать лягушачі лапки. Як чуствуєш себе? Ну, пока нікак. Пока нікак? Да. А то, що у тебе на тарелці лежат эти мерзкі, квакаючі, жабы, живущі в болоті? Ну, так, не ощущається. Абсолютно непротивно пахнути. Кажеться, що це реально, реально ріва. Ти попробуй на вкус, ти обалдеєш, до какой степени це реально вкусно. Ну, давай. Давай. Текстура мяса, да, сохраняється. Ну, ти сказав, це не похоже на курицу. Ну, що-то є, все сравнівають з курицей, але вона вкусніє, чем в куриці. Вона мягче, нежніє. Єсь какое-то послевкусі. Курица курице рознь. Та що ти мене обсуждаєш? Ти свої емоції віддай. Я чоловік простой, курица. Прости. Та що він оператор і не ведучий. Тяжело формулирує мисли. Вивод? Вивод. Це курице може пробувати так. Даже невзирає на те, що вона квакала? Так. Так, так, що вона добре. Дай 4. Жирної 4. Жирної 4. Мислина. Мислина. Свинина. Сыр. Курица. Грибы. Жирно. Слушайте, друзья, тут у вас на Закарпатье-то вкусно оказывается. Даже очень. Уважаемый таксист, спасибо большое за рекомендацию этого места. Место интересное, вкусное. Лайк. Все, мы же больше ничего не заказывали. Нет. Полна коробочка. Пойду отдыхать. Все. Знаете, друзья, в конце хочу сказать только одно. Ужгород для меня стал вот таким очень интересным примером мультикультурности, когда в один котел набросали всего разного и получилось очень вкусно, интересно, необычно, неожиданно. Приезжайте и посмотрите на это все своими глазами, потому что если мы хотим, чтобы Украина была туристически привлекательна, мы сами должны по ней путешествовать. Так что... Let's go! Конкурс. Подумали мы тут в наш век феминисток? Дед Мороз, Санта-Клаус, Юлупуки, все мужики. Несправедливо! Подарок получит тот, кто придумает супергероиню новогоднюю. Удачи! Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok